Ласточку умею делать? Да! Покажите мне ласточку, ну так. Раз, два, два. Вот только нам нужна ласточка такая, посмотрите. Представляя, что мы держим в руках и держим обаду, у нас есть захват. И мы делаем подхват. В этом положении мы встаем в положении ласточки. И прыгаем. Три круга на правый на верх, три круга на левый на верх. Нет, нет, нет. Не максимально быстро, а максимально высоко подняв ногу и представляя, как мы держим захват. В руках держим, а ворот держим. Сейчас мы немножко подойдем к тренеру девочек из Якутии, Валерий Максимович Герасимов. И немножко побеседуем с ним. Пока идет учебное занятие техники, мы зададим его несколько вопросов. Здравствуйте, Валерий Максимович. Скажите, пожалуйста, ну давайте так, чтобы вы представили, откуда вы приехали и кого вы привезли на учебные тренировочные сборы в Москву и Московскую область? Добрый вечер. Мы впервые в таком интересном хороком клубе, где воспитаны девочки чемпионки России, красный чемпион России и новооспеченый чемпион России. Все эти тяжелые вещи. Нам, конечно, интересно было бы поучиться, что мы и делали. Благодаря Роману Карачеву, который перед сегодняшним интервью, мы прибыли в такой интересной сеть и начинаем постигать азы дзюдо. Но сегодня мы представляем, я привезли двух начинающих девочек. Можно сказать, что мы молодые и постигают впервые. Одна девочка у нас была Петрова. Она из-за очень-очень в глубинке нашей республики, из села Апаны нам, столовый столет в Европе. И вторая наша девочка одна из города Яковска, которая занимается уже три года. Небольшие у нее успехи. Это Боякова Даша, она друзер из публики, Дальнего Востока, под дзюдо по самбо, даже, говорится, по сумму. Вот Петрова Саина, она новенькая, первого года обучения. И, конечно, я надеюсь, что по истечении таких сборов мы прийдем к конкурсовщего опыта и знания. И вот буквально после завтра будет бороться моя воспитанница в Санкт-Петербурге, это сестренка Саидыны Петровой, ее зовут Саина, на Первенской России. Поэтому мы будем ожидать, живя в Москве, будем рядом с Питером, будем ожидать, как там от борется моя воспитанница. Сейчас, Валерий Васильевич, мы посмотрим еще, как сейчас Алексей Борисович, и вернемся к разговору. Пахтер встает фронтально, ножки максимально пошире так, чтобы вам было комфортно. Захват не берет здесь вот на груди, потому что мы пока что очень учимся. Вы забираете рука вот сюда, чтобы он вам не мешал. Правая рука берет захват за отбород, и посмотрите, что мы делаем. Мы представляем, как будто бы мы вот через рука вот сюда вот пропускаем веревочку. Видите, как будто там вот прошла веревочка. И вот этот хомутик опускаем на отбород. Вот видите, веревочка. Видим? Я опустил ему на шею. Хомутик. Я его чувствую. Я его контролирую. То есть, если какой-то захват, это не захват. А когда я хомутик на нем надкину, я его чувствую. И моя рука, которая делает захват за отбород, она на ключице. Вот я могу большим пальцем доставать до его рука. На ключице она создает дискомфорт. Первое, это я его вот этим хомутиком контролирую. А второе, это то, что я вот этим хомутиком создаю дискомфорт на ключице. Теперь подворот. Поживем. И с фронтальной стойки. Он фронтально, вы фронтально. Правая нога к правой ноге партера. Раскрываем. Хомутик вот этот опускаем. Почему это называется вбегание? Я маховой опорной ногой вбегаю под партнером. Вот эту ногу, махую, которая махова, постараться, ее не всегда включается, но постараться максимально развернуться к ноге. в сторону партнера. Движение. Вот так она будет мешать. Вы не довернетесь. Это движение, видите, пас. Этот вариант подхвата настроен на том, что мы лоим его центр тяжести своим центром тяжести. Посмотрите, что я делаю. Я не ногой. Варианты вот эти, да, есть. Я не хороший. Но это, поверьте мне, тоже не очень плохой. Поймать его центр тяжести находится чуть ниже пупка. Опустить слой чуть ниже его. И вот. Вот. Куда хотите. Понимаете. Иногда только в этом поможет. Маховая. Я стараюсь максимально развернуться пяткой в сторону партнера. Я не знаю, куда я махну. Я может вот сюда махну. Понимаете. Мне нужно вот это. Чтобы я мог модифицировать его центр тяжести. Чтобы я мог модифицировать его центром тяжести. Продолжение следует...